всем привет дорогие друзья сегодня снимаю уже на новый телефон и очень надеюсь что он будет нормально хотя страх есть немножко небольшой я сейчас сижу и перебираю черемуху для компота вчера у меня дети немножко набрали вот эти черемуху показываю для компота посмотрим хотя бы пару баночек может тут не хватит потом еще будем это у меня есть еще сливы хочу сделать немножко компотик катя занимается тем что она перебирает шкафы одежду слаживает шкафы перебирала она уже все перебрала папа у нас пили дрова поэтому как-то вот так у нас я же переберу ягодки поставила варить молочный супик ребятишкам сейчас сварю маленький просят молочный рисовый супик поэтому буду варить там есть еще с макаронами суп но и вот что есть никто не хочет он холодил и раскиснет поэтому ждем завтра у нас понедельник я днем поеду за брусом и привезу его папа будет на работе но ничего мне сказал где выгружать надо будет брус поэтому я сильно как бы не переживаю сейчас супик молочный сварится все идея сейчас ягодки переберу и будем компотик варить кого надо ну на будь за ягодками еще лезьте все собирает у нас хорошо черемуха благо во дворе и мы собираем каждый год делаем компоты на зиму детям очень нравится из черемухи компоты поэтому я просто найти самый легкий способ залила кипятком засыпала сахара и все даже потом да сыночку все иди играй футбол и играй с егоркой ладно дорогие друзья буду дальше перебирать ягодки потом постепенно вам да на новый телефон снимаем посмотрим что у нас получится попробую на нем смонтировать до камера сбоку вылезла катя смотрит как я сегодня ребят не накрашенные лохматые просто ты все шкафы перебрала еще будешь перебирать эту лишь немножко дальше будешь перебирать я тут параллельно смотрю ваше видео все ну на кого подписано смотрю видео поэтому как то так время убивает сразу два в одном чтобы и черемуху перебрать и какую-нибудь посмотреть видео катюша сейчас будет дальше шкафы до перебирать отдохнешь катя посмотри там на плитке у меня стоит кастрюлька с молоком там не вспенивается я буду супик молочный варить ладно дорогие друзья оставайтесь с нами так ребята я на кухне решила собрать мясорубку и я покажу что я буду делать перекрутить вот эти помидоры сделать хреновину потому что дети уже не хотят есть помидоры я смотрю они уже портится скоро начнут поэтому решила чтоб ничего мне не потерять перекрутить чтобы у меня убытков не было можно так сказать и сейчас у меня это мясорубка кстати еще осталось моей бабушки мясорубка бомба просто современными даже не сравнит ребята вот серьезно современные даже рядом не стоят с этой мясорубкой блин еще не могу прикрутить к столу вот все начинаем прикручивать еще будем с вами делать хреновину у меня есть чеснок ну не хреновину а горлодер с чесноком мы с хреном делаем редко из-за маши если мы с хреном делаем то мы пишем на банке с хреном чтобы у нас машин дай бог не съела потому что мы не знаем как она отреагирует моей хрен ни разу не давали так как она осматик мы боимся его так ручку сейчас найду нашла ручку нашла тарелку сейчас вымою помидорки и будем с вами крутить так что оставайтесь далеко не уходите все успокойся Егорка мне помогает крутить помидоры он правда тут сел на пол делаем хреновину без хрена Егорка говорит не мам не вкусно я говорю бабушка всю жизнь так делала им что с хреном мы потом на зиму будем делать ладно ребят не буду больше снимать эту иначе она сюда повляет кручи ребята помидору уже одну тарелку накрутила с чесноком буду просто делать без хрена нас раньше бабушка в деревне много делала и я вот так же вот потихоньку потихоньку делаю запасы к зиме предстоящий потом черему ход перебрала девочки немного набрали но вот одна тарелочка и потом еще не наберут тут на одну баночку как раз компотика хватит сегодня залью сделаю уберу у нас сегодня воскресенье банный день должны гости в баню прийти каждое воскресенье к нам приезжают родственники в баню моются так как у них нет ни своей ванны и в городе баня сейчас тоже не работает что родина пришли ну хорошо но ладно ребят час накручу и покажу ничего и сколько у меня получилось так ребят вот целый тазик сделал но мало чеснока муж пошел магазин за чесноком и наверно сейчас все купит помидоров и буду еще делать вот пока пускай стоит я пока буду баночки готовить наклала маленьким супик остужать молочные сейчас помою ягодки и приготовлю банку буду заливать кипяточком компотик из этой черемухи тут как раз на одну баночку хватит понемножку понемножку и наготовим компота много так что не переживайте также у меня здесь вот стоят помидоры тоже скоро будут доделывать тут штатив еще стоит мешается но уж извините мясорубку пока еще не убрала папа еще сейчас помидоры с чесноком принесет все дорогие мои приготовила я вкусный горлодер сверху я всегда посыпаю солью знаете у меня раньше бабушка говорю а чтоб сверху плесень не появлялась посыпать на всегда солью она вот всегда так делала и я тоже так же сделала по иенному как наставлению можно так сказать да получилось у меня из всего тазика 7 баночек разный размер вот это 530 тоже 530 тоже 530 это по моему 400 грамм или 300 480 грамм тоже 480 здесь грамм 300 наверно и еще одна вот в целом вот такие вот баночки у меня получились а сейчас буду еще заниматься черемухой девочки еще ушли собирать и вот маленькая оксенька собрала мне тоже ягодки принесла мама говорит я тебе еще принесла и сейчас тоже ее переберу и буду делать компот из черемухи рецепт горлодера очень простой это раньше бабушка так называла горлодер просто помидоры соль и чеснок и в сейчас я все это крепче закручу и уберу в холодильник если вам понравилось пишите ваши рецепты хреновина но ведь я с хреном редко делаю потому что машеньке нельзя хрен как бы и мы боимся вдруг реакция к это у него будет на хрен поэтому мы делаем с чесноком пользуйтесь буду очень рада если вам понравится так все ребят черемуху перебрала дети понемножку понемножку уже пол тарелки мне черемухи натаскали гости уже уехали и я сейчас наверно займусь компотиком попью наверно сначала кофе и скоро на обу детей мыть ну хотя еще рано перед сном помою детей и буду потом готовить садик одежду вот такая вот черемуха в течение дня дети понемножку мне ее таскают дорогие друзья у нас уже вечер и мы сходили в баню помылись на улице хорошо сейчас будем спать ложиться и вчера я забыла заснять насчет шаурмы шаурму все поели сказали очень вкусно и завтра наверно поеду в город съезжу и куплю еще и сделаем еще вот такой целом блок у меня был сегодня весь влог снимала я на новый телефон скажите пожалуйста как вам понравилось это качество ближайшие дни постараюсь еще на фотоаппарат поснимать и посмотрим разные получатся я прям так напишу видео на фотоаппарат например или еще что-нибудь а вы скажите какое вам качество больше нравится ладно всем желаю здоровья всем желаю успех всем пока пока